Приветствую друзья! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам по просьбе подписчика о зеркалах. Призраки в зеркалах и появление зла выходящего из зеркал. Зеркала всегда были объектами, которые влекли за собой загадку и тайну. Они отражают не только наш облик, но и мир, который нас окружает. Зеркала считались способом взглянуть на другие реальности и отправиться в параллельные миры. Однако, в некоторых легендах и поверьях зеркала также соединены с призраками и появлением зла. С самых древних времен люди верили, что зеркала способны улавливать энергию и души умерших. Поэтому они использовались в ритуалах контакта с потусторонним миром. В этих ритуалах зеркала выступали как порталы, через которые можно было установить связь с мертвыми. Однако, такой контакт с потусторонним миром часто приводил к появлению зловещих призраков и сущностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеркало является одним из тех предметов, которые вызывают трепет и почтение. Зеркало является магическим предметом, который используется ведуньями и колдунами для проведения тайных ритуалов. В древних преданиях говорится, что зеркало – это вампир, в котором присутствует негативная энергетика. Особенно страшны чужие зеркало и зеркало, которые присутствовали при ссоре, убийстве или пытках. Говорят, что в присутствии таких зеркал гаснут церковные свечи. Из древней считалось, что если не закрыть зеркало, находящееся в доме покойника, то в них может остаться его душа. Если же зеркало все таки открылось, его надо разбить, чтобы душа покойного ушла. Зеркало обладает двойственной магией. Оно существует одновременно в двух мирах – физическом и духовном. Именно благодаря этому древний предмет обладает силой проводить духов или потусторонних существ через свое отражение в физический мир. Однако без определенного ритуала духу не просто попасть в физический мир, но он может увлечь за собой, используя зеркало как инструмент своей цели. Зеркало имеет свою память. Зеркальное отражение оставляет в памяти каждое действие, определенное психологического характера, сделанное перед ним. В большинстве случаев это действия насильственного характера, убийства, все события, выделяющие определенный психологический тембр, эту эмоциональную, психологическую волну и записывает зеркало. Если зеркало использует злой дух или потустороннее существо, оно может воспользоваться этими воспоминаниями. Зеркало имеет возможность впустить умершего. Существует определенное правило при использовании зеркал. Одно из них – это завешивать зеркало после смерти человека. Зачем? Ответ в том, что зеркало, как астральные врата, покойный может использовать его для перехода в физический мир и остаться непрекаянным, либо существует возможность заточения духа в зеркало, как в ловушку. Заточение несет за собой большую опасность от сумасшествия до проклятия всей семьи. Чтобы освободить душу, заточенную в зеркале, требуется разбить зеркало. Зеркало также может состарить или омолодить человека. Существует возможность старения благодаря зеркалу. Считается, что зеркало может выступать в роли энергетического вампира. При длительном разглядывании себя, особенно глядя себе в глаза, зеркало забивает часть энергетики человека, тем самым ослабляя его и вызывая процесс старения. Однако, оно может создавать и омолаживающее воздействие. Для получения таких возможностей, зеркало должно быть тщательно собрано определенным образом, для этого стоит обратиться к специалисту. Зеркало — обыкновенный и обязательный атрибут при проведении гаданий. С помощью зеркал гадают на будущее, на суженного, любовь и прочее. Также гадания более серьезного уровня, такие как призыв существ, которые могут причинить вред. Зеркало отражает сущность человека, его душу, нередки случаи, когда в зеркале отображалось не то, что перед ним. Тот же самый человек мог отвернуться, а в отражении стоит и смотрит на себя. В таком случае это зеркало проклято либо в нем живет нечистая сущность, которая хочет оттуда выбраться путем преследования обладателя. В давние времена люди боялись зеркал и использовали их максимально осторожно. При обращении зеркал к магии стоит делать это с опытным магом, придерживаясь всех правил безопасности. Не стоит шутить или проявлять неуважение и гнев во время гадания. Тем самым можно привести в физический мир нечистого духа или существо из иного мира, которого увести обратно очень сложно, а иногда не под силу никому. Множество по вере связан с зеркалами. Например, зеркало отражающее в полный рост забирает энергию. Младенцев не подносят к зеркалам. Будут проблемы с прорезыванием зубов. Нельзя есть перед зеркалом. Съешь красоту. Нельзя ругаться перед ним. Смотреть в него во время болезни и ни в коем случае нельзя брать зеркало от покойников или зеркало с неизвестным прошлым. Древние уделяли особое внимание зеркалам в спальне в связи с тем, что во время сна человек становится особенно восприимчив к влиянию извне. Так как его мозг работает на уровне подсознания и даже самые тонкие вибрации, остающиеся совершенно незамеченными днем, в часы бодрствования могут потревожить спящего. Легенды говорят о том, что в старинных зеркалах заключены души всех, кто смотрелся в них. Считается, что если зеркало хранит отражение злого человека, скажем, убийце, то оно само становится злым. То же самое говорят и о болезни. Если больной посмотрел в зеркало, то здоровым членам семьи смотреть туда нельзя, сами заболеют. Считается, что общаться с духами умерших проще всего с помощью зеркала. Так, психиатр Раймонд Мауди провел эксперимент, где им была оборудована комната с зеркальными панелями и в которой находились психически здоровые добровольцы. Многие из них после окончания эксперимента утверждали, что видели духов умерших, даже чувствовали их прикосновения. Интересные результаты эксперимента с использованием зеркала Козырева, вогнутые, алюминиевые, в опыте приняли участие почти 5000 человек. Суть эксперимента – с помощью зеркал передавать информацию между людьми. В результате было подтверждено, что мысленные образы могут передаваться с помощью зеркал. В некоторых случаях информация была принята на несколько часов ранее, нежели ее начали подавать. Подобные феноменальные мистические свойства зеркал изучались еще Парацельсом, который доказал, что зеркало – это некие тоннели, которые способны соединять воедино два мира – физический и потусторонний. Многие легенды связаны с потусторонними мирами, к которым, предположительно, можно попасть через зеркало. Одна из таких легенд гласит о существовании параллельного мира, куда можно попасть, если пройти сквозь зеркало в определенный момент времени. Этот мир представляет собой зеркальное отражение нашего мира, но с элементами магии и фантастики. Зеркало, с точки зрения некоторых ученых и философов, является инструментом для познания самого себя и своего внутреннего мира. Они утверждают, что через рефлексию в зеркале мы можем увидеть не только свою внешность, но и отражение наших мыслей, эмоций и подсознательных состояний. Таким образом, зеркало становится мостом, который позволяет нам взглянуть вглубь своей души. Если верить легендам, для того, чтобы проникнуть в потусторонний мир через зеркало, необходимо выполнить ряд определенных условий. Некоторые утверждают, что нужно стоять перед зеркалом в полнолуние и поверить в силу своего намерения. Другие считают, что необходимо войти в трансовое состояние и визуализировать желаемую действительность. Однако, несмотря на многочисленные рассказы о путешествиях в потусторонний мир через зеркало, ни одному человеку пока не удалось подтвердить подобные утверждения научными методами. Зеркало, по мнению некоторых, может служить дверью в потусторонний мир или врата к познанию самого себя. Но, несмотря на многочисленные легенды и поверья, существуют лишь незавершенные исследования в этой области, которые пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подобные теории. Оставаясь загадочным предметом, зеркало продолжает восхищать нас своей красотой и, быть может, тайнами, которые оно хранит. А вы знаете тайны о зеркалах? Расскажи опытом в своих комментариях. До скорой встречи, Демура. Продолжение следует...